Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. Я продолжаю свою рубрику топов. Сегодня я буду говорить о планшетах до 100 баксов. Кстати, очень интересные планшеты. И я сейчас вас даже просто попробую немного убедить в том, что до 100 баксов у нас по месту ничего годного не купишь. Прежде чем я это начну делать, хочу сказать о том, что у нас есть телеграм-канал и телеграм-чат. Подписывайтесь на телеграм-канал, а там есть в канале ссылка на чат. Специально не оставлю ссылку на чат, для того, чтобы вы зашли в телеграм-канал и оттуда вы уже могли перейти на чат, чтобы изучить наш скромненький маленький телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Теперь, друзья, по планшетам. Я зашел, к примеру, на сайт Связнова и решил посмотреть, какие же есть вариации до 6000 рублей. То есть это до 100 баксов. Что же нам предлагают производители и все остальное. Из адекватно годного я нашел Mediapad T3 с 3G 8 гигабайт встроенной памяти, 1 гигабайт оперативной памяти. То есть это 7-дюймовый маленький скромненький планшетик. Также есть еще вариация, вот его же конкурент, это Lenovo Tab 3 с разрешением 1024 на 768. У того тоже, кстати, самое отстойное разрешение. И вот так-то и особо как бы больше ничего нету. Там Alcatel Pixi тоже, знаете, очень-очень старое и не очень классное устройство. Prestige я бы вообще не рассматривал к покупке. Там всякие DIGMA, IRBIS и так далее. Это вообще такое... Вообще, что это такое и зачем я это буду покупать? Ну и, конечно, я зашел на сайт розетки. Здесь чуть-чуть повеселее. По той причине, что розетка, она, короче, покупает через... Типа запустила как бы на свой сайт, типа такого посредника, который с Китая всякий товар гонит. Но, опять же, вот, к примеру, мы видим за ровно 100 баксов, которого нет в Украине планшета. То есть, его нужно ждать под заказ, там, в течение 7 рабочих дней, туда-сюда. Это Teclast X10, который, ну, кстати, в Китае стоит дешевле. И здесь у нас гиг-оперативки, 16 гиг-встроенной памяти. То есть, и все это за 100 баксов. Ну и потом уже как бы все то же самое, что было на связном, но только здесь другие производители. Все это, это такой шлаг, друзья. Я, конечно, понимаю, что вам хочется взять какой-то адекватный планшет, но вот это все, это неадекватный. То есть, это реальный отстой. То есть, если вы думали, что китайцы там делают отстой, то вот это, знаете, это то, что китайцы уже перестали делать еще в прошлом, позапрошлом году. То есть, наши просто подбирают это все дело там и накручивают свою наценку, и это все дело продают. Давайте я вам покажу несколько годных планшетов, которые до 100 баксов есть смысл купить. Итак, первый вариант, который стоит 78,99. То есть, на 21 доллар дешевле, нежели 100 баксов. Я уже не говорю о поинтах и о кэшбэках. Вот, Honda V80 Plus, 8-дюймовый планшет с Full HD экраном, с, на минуточку, 4-ядерным процессором Intel Atom X5. 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. Планшет реально годный и интересный. 4000 мА батарейка. Да, она, конечно, не самая-самая, вот, то, что есть сок, но, тем не менее, вот, планшет за 80 долларов, то есть, даже дешевле 78,99, очень годный. Получается, что цена 78,99 очень даже оправдана. Если мы посмотрим на динамику цен, то у нее была цена 84,99. Ну, там поднималось, типа, 111, но я это не обращаю. 84,99 до этого была самая низкая цена. И сейчас 78,99, что очень, очень и очень выгодно. И также у Honda V80 Plus есть реальный, как бы, конкурент в виде Chuwi Hi-8 Pro. Этот планшет 84 доллара стоит, 85. Он, можно сказать, по характеристикам очень схож. Тот же самый процессор, 2 гига оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. 8 дюймов Full HD экран. Ну, он, как бы, немного другой формы. И у него модификация с Windows плюс Android. Тут, смотрите, как бы, насколько вам необходима эта фишка или нет. Батарейка также 4000 мА. Выглядит стильно, красиво. Есть, кстати, Type-C, но он, правда, для зарядки. И micro HDMI. А планшет за свою цену очень даже годный. К сожалению, китайцы почему-то не особо развиваются в этом направлении. И новых моделей не представляют. Потому что эта модель, она уже ей больше года. Но, тем не менее, за эти деньги это лучше всего того, что предлагают нам вот те ребята, которые на розетке и связном. Плюс ко всему, можно взять к нему кейс. И плюс ко всему, можно взять еще Type-C ридер. И, кстати, Type-C ридер. Зачем вы предлагаете Type-C ридер, если я проверял, что Type-C не работает на передачу данных? Ну, вот это, короче, такой загончик немного. Хотя, ну, может быть, это как бы чуть-чуть новее ревизия. И тут уже работает. Я, конечно, не хочу прям вот вас сводить в заблуждение. Но, тем не менее, в любом случае планшет реально за эту цену годный. Итак, следующий девайс это Cube iPlay 10. 10,6 дюйма уже. То есть, это побольше планшет. Есть серебряно-белый вариант. Только вот один единственный есть. К нему всякие аксессуарчики, чехлы там. Всякую всячину можно натарить. Вот, что из себя представляет данный планшет? Это 10,6 дюйма с разрешением Full HD. 2 гига оперативки. 32 гигабайта встроенной памяти. Что тоже весьма неплохо. Работает на базе Android 6.0 и на базе 4-ядерного процессора по 1,3 гигагерца. 6000 батарейка. Две камеры присутствуют. Вот такой OldoCube iPlay. С себя представляет достаточно годный и адекватный планшет. Единственное, что, как по мне, это 4-ядерный процессор MTK. Все-таки Intel 4-ядерный как бы поинтересней, как по мне. Есть поддержка Wi-Fi 2,4 гигагерца и 5 гигагерц. Который якобы побыстрее, но у него, правда, покрытие поменьше. Но, тем не менее, вот сам по себе планшет очень даже неплохой. Вот вам, пожалуйста, еще один вариант. Teclast 98 с поддержкой LTE. Уже на 8-ядерном процессоре. Тоже 2.32. Android 6.0. Диагональ экрана 10.1, а не 10.6. То есть он немножко поменьше. И также планшет имеет немного нестандартное соотношение сторон. И поэтому у него разрешение 1920 на 1200, а не 1920 на 1080. Сам по себе планшет выглядит очень стильно, неплохо. Плюс поддержка как бы двух сим-карт, плюс карты памяти. 8-ядерный процессор, то, что я говорил. Я скажу, что этот планшет реально годнота за эти деньги. И поверьте, это значительно лучше всего того, что на связном и розетке. Даже за 130, за 140 долларов вы там такие адекватные планшеты не найдете. Реально, это очень-очень выгодное предложение. 89.99. Очень круто. Немножко подороже. За 95 долларов можно присмотреться к варианту Voya Q101. Тоже с поддержкой LTE, работающим уже на Android 7.0. Цена, опять же, невысокая. 2.32. 8-ядерный MTK 6753. 10.1 дюйма Full HD разрешение. Что касается аккумулятора, здесь 6500 мА батарейка, что весьма неплохо. Планшет выглядит очень стильно, красиво. Ну, мне нравится вариант данного девайса. Мне нравится то, что он и Full HD экран. И опять же, поддержка двух сим-карт. Есть поддержка LTE. Правда, не всех может быть бэндов. Но, опять же, все-таки это не для звонков, а для интернета. На обратной стороне планшет имеет 2 стереодинамика. 2 камеры, основную и фронтальную. Для ребенка в бюджетном сегменте это очень даже гуд. Не покупайте все то, что у нас для детей. Потому что вот все то, что у нас, это вообще полный-полный шлаг. Ну, хотя бы вот такой, если вы не можете себе позволить купить дорогостоящий планшет для ребенка, хотя бы вот такой вариант возьмите. Также я хотел бы вас предупредить, что на просторах Gearbest и других интернет-магазинов есть модификация T-Class P10 Octa, который я бы, скорее всего, не покупал. По той причине, что у него характеристики и данные, как и у остальных планшетов. То есть это 10,1 дюйма, Full HD, 2.32, работает, правда, на рок-чипе, но цена 110 долларов. То есть там за 90, тут на 20 долларов разница. Вот этот, как бы, я бы не брал. А вот предложение, которому я однозначно присмотрелся, но оно, правда, выше 100 баксов. Это то, о чем я вам говорил насчет того, что если вы ищете себе девайс чуть-чуть дороже, вы готовы заплатить, чем 100 баксов, и вам важен, к примеру, 8-дюймовый клевый планшет. Это, получается, на 40 долларов дороже, чем он до V80+. Но, как бы, это, вот это годный, как бы, планшет, который реально по качеству, по экрану, по всем параметрам, по характеристикам вам понравится. Это Lenovo P8, который еще недавно стоил 159,99 долларов. Я даже снимал про него видео, когда на него была акция 139,99. Я был такой, вау, ребята, 139,99. И тут GearBest просто ошеломил и сделал цену 121 доллар. Это очень, очень выгодно. Это супер выгодная цена, как по мне. И вы можете даже посмотреть по динамике цены. Да, вот получается, 179 даже, 99 за него просили. Потом цена 149,99. Потом 139,99. 129,99. И тут сейчас 121,11. Это очень, очень и очень выгодная цена. Однозначно есть смысл присмотреться. Что же все-таки интересно в этом планшете? Это же железо. Процессор Qualcomm Snapdragon 625, который, ну, к примеру, стоит в Xiaomi Mi Max 2, который стоит 220 долларов. А этот 120 долларов. То есть, вы улавливаете разницу. Конечно, Mi Max, там он интересен не только этим. Но, тем не менее, 3 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти. Есть возможность расширения карт памяти. Есть основная и фронтальная камера. Причем, что основная камера у данного планшета с автофокусом. Сам корпус очень качественный, хорошо собранный. Действительно, годный, достойный, интересный планшет. Планшет за очень скромные деньги. И особенно он очень подойдет для детей. Если вы хотите купить ребенку качественный планшет, и вы не можете раскошелиться на дорогой iPad за 300 долларов, или на какой-нибудь Samsung за 289 долларов, вы можете раскошелиться на этот. И этот просто удивит вас, и он вам очень-очень понравится. Планшет годный, интересный и достойный внимания. Я не мог не сказать о данном предложении, потому что оно реально очень годное и интересное. На этом я буду заканчивать свое видео. Друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели. Надеюсь, это видео было интересным и полезным, и актуальным для вас. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на телеграм-канал, а также подписывайтесь на мои социальные сети ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. С вами был я, Володя Шевский. Всем пока, до скорых встреч, новых видео и удачных покупок завтра, 11.11. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok